Добрый день дорогие друзья, компания Директ Медиа. Я Юрий Николаевич Белоножкин, представляем вам сегодня очередного автора. У нас в гостях Наталья Александровна, город Сочи. Я тоже из Сочи, если кто не знает, за мной пальмы, цветы за окном, у нас тепло. Но здесь присутствуют коллеги со всей России, возможно даже и за рубежа, в основном преподаватели. И я хочу сказать, что вот тут мы уже готовились к вашей встрече, показывали наш экран, вот сейчас вы его видите, это на самом деле лендинг, возможно вы его уже видели, который рассказывает о нашем авторе. Но я сначала хочу все-таки передать, я всегда стараюсь в работе с авторами найти то, что мне близко знакомо, и возможно это будет близко и вам. Я знаю Наталью Александровну не просто по наслышке, я сам ее заказчик. И когда я получил работу от нее, я ее спросил, а как у вас дела, где вы учились, что вы знаете. Я узнал целую историю, какая интересная Наталья Александровна. Оказывается, есть ситуации, в том числе и в моей жизни, когда мы начинаем становиться дизайнером. Вы не поверите, вот я бывший начальник разведки, бывший военный, я сам был два года завкафедрой дизайна. Вы не поверите, но это так, хотя я даже рисовать не умею. Меня просто туда взяли как менеджера, я отлично руководил кафедрой, где были члены Союза художников, дизайнеров, к нам приезжали известные дизайнеры России ежегодно. Я тоже им был, но как менеджер. Я знал только лишь классификации некоторые, виды и так далее. Но я понял, что дизайнерами становятся иногда и не только по диплому. И видел наоборот, когда диплом есть, а человек не работает в своей сфере. И вот эту загадку мы сегодня попытаемся рассказать. А что же ценного может получить любой из нас, независимо от должности, независимо от вида деятельности, полезного для себя. Вот моя история была такова, что я действительно снял с себя бузу по поиску всяких там материалов, какой у них цвет, какое качество, вариаций масса. И вот это вот бремя выбора очень легко решается с помощью таких специалистов, как Наталья Александровна. В нашем лендинге мы много об этом говорим, но сейчас я не буду отвлекать ваше внимание, лишь попрошу самим лично, никому не веря, это самый лучший принцип познания, удостовериться в источнике надежности этой информации, послушать Наталью Александровну, задать ей самые разнообразные вопросы, чтобы найти для себя главное пользу духовную и пользу материальную. Наталья Александровна, добрый день, вам слово. Здравствуйте. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Наталья Александровна Ктиторова Якубович, вот так, с двойной фамилией. И я практикующий дизайнер и основатель студии дизайна в Сочи. Мой совокупный опыт работы в различных областях дизайна уже более 15 лет. Начинала я этот путь тоже, как и большинство попадающих в дизайн из других областей, случайно. Но потом карьера пошла вверх. Я работала в качестве веб-дизайнера и рекламного дизайнера в пятизвездочных отелях в Сочи, в рекламных агентствах. И около шести лет назад я начала заниматься проектированием частных и общественных интерьеров. Участвовала в разработке и воплощении интерьеров олимпийского объекта. Это у нас в Амеретинской низменности отель «Русские сезоны». Там во время Олимпиады заселялись спортсмены-олимпийцы и после них спортсмены-параолимпийцы. Для них была проведена огромная работа. Мы сами с управляющим отеля садились в коляске, проезжали по номерам, которые предназначены для проживания маломобильных групп населения и все испытывали на себе. В разное время я обучалась в Сочинском государственном университете, в Таганрогском радиотехническом. Прошла курс Светланы Павловой. Проблемы со звуком пишут, да? Уточните, что за проблемы. Я слышу идеально. Возможная версия, у кого-то слабый интернет. Кто слышит нас без помех, напишите три плюсика. И слышно, и видно идеально. Вот. Значит, достаточно. Это, Лариса Александровна, у вас проблема с интернетом. Здесь мы ничем вам помочь не сможем. Это ограничение чисто из-за канала. Спасибо. Продолжаем, Наталья Александровна. Так, я про образование. Я обучалась на курсе Светланы Павловой. Она работает и преподает из Лос-Анджелеса. Это онлайн школа дизайна. И постоянно прохожу курсы в Международной школе дизайна. В нашей есть отделение в Москве, есть отделение в Санкт-Петербурге. Есть вебинары из Лондона. Вот на них я в основном сосредотачиваюсь, потому что интересен опыт иностранных коллег. Наталья Александровна, я не могу вас не перебить. Наверное, коллеги тоже интересуются. А как вы ездили в Лос-Анджелес? Я знаю, что у вас есть семья. У вас есть возможность в Лондон поехать? Скажите, пожалуйста. Возможность есть, времени нет. Вот так. Я обучалась онлайн. Все мои дизайнерские курсы, все, что связано с образованием в области дизайна интерьера, это все я получала онлайн. И, конечно, самообразование, опыт, портфолио, вот, все это. Итак, коллеги, которые связаны с высшим образованием, профессиональным образованием, и которые знают федеральную госстандарту в сфере дизайна, они дружно скажут, и я тоже скажу. Запрещено обучать в заочной или дистанционной форме дизайнеров с высшим образованием. Но мы говорим не о высшем образовании, не о том образовании, которое выдает какие-то, ну, вот, тестованные там дипломы. Мы говорим о навыках и умениях, которые даются без диплома. У вас есть сертификаты, да, Наталья Александровна? Конечно, конечно, есть. О прохождении курсов, все сертификаты. Но не обязательно идти в ВУЗ, чтобы стать дизайнером. И мы не будем сегодня говорить о живописи, о рисунке, о скульптуре, о чем там еще говорят, о каких-то там академических дисциплинах. Мы об этом в нашем курсе и сегодня говорить не будем, но при этом посмотрим, как можно без этого обойтись. Да, Наталья Александровна? В России пока можно. Пока у нас не создан союз дизайнеров, ассоциация дизайнеров, с аттестацией у нас пока... Нет, я знаю Юрия Назарова, это президент союза дизайнеров России. Она уже, этот союз действует давно. Но, кстати, мне предлагали стать членом союза дизайнеров, там есть номинация педагогика, но это отдельная история. То есть даже не рисуя, вообще ничего не делая руками, можно стать членом союза дизайнеров России. Творческий союз. Мы говорим о других каких-то навыках, которые мы сегодня послушаем от Натальи Александровны. Итак, давайте начнем. Вот я сейчас запускаю опрос. И хочу вас спросить. Если вы посетили этот вебинар, значит вам близка тема обновления стилизации вашего жилья. Вам будет полезна эта серия вебинаров, если вы либо собираетесь купить жилье в новостройке, либо хотите сделать капитальный ремонт в имеющемся жилье, или хотите сделать косметический ремонт, или просто хотите больше немножечко узнать об области дизайна. Вот интересно было бы увидеть статистику. Ага, вот, жилье в новостройке. Мы еще не завершили вебинар, а гипотезу уже выдвигаем. Да, почему вы вообще хотите посмотреть этот вебинар? Зачем вам нужны эти знания? И в конце узнаем, насколько ваши ожидания совпали с нашим результатом. Да, все верно. Так, причем выбрать только один главный. Может быть тут все сразу? Я, например, делал и капитальный ремонт, и хотел много... Да, в основном для общего развития. Кстати, когда я был завкафедрой дизайна, у меня было три студентки, которые учились не из-за диплома, а для души, для общего развития. То есть у них уже все было, и муж, и дом, и дети. Им уже было далеко, там они не совсем молоденькие, а такие уже в приличном возрасте. И они хотели... Есть возраст неприличный. В общем, в возрасте такие тетенькие, они просто для души ходили на наши занятия. Поступали, становились студентами. Итак, ваша интерпретация, Наталья Александровна, по этому опросу. Проголосовало 14 человек, остальные тоже желательно, коллеги. Ваша интерпретация. Да, и жилье в новостройке, это нужно обладать знаниями по планировке, уже по разведению электрики, где расположить розетки. Это все дизайн интерьера. Расставить мебель. Косметический ремонт, это цветовая гамма, это подбор аксессуаров, это подбор ткани, красочку, как выбирать. Так, это вы раскрываете пункты, да? Да. И немного больше о дизайне интерьеров. Ну, вот это совершенно понятно, почему люди стремятся узнать больше, потому что в наших жизнях дизайн интерьера появился, вот, буквально в нашем поколении. Потому что до этого, ну, в связи со всякими трагическими событиями в нашей стране, у нас дизайн интерьера развивался, получил развитие только сейчас. Только вот, буквально лет 15. Советские, нет, еще до войны создавались какие-то, я уже забыл название, организации, которые занимались, слово дизайн не было, но они... Художники-оформители были. Оформители, потом и архитекторы. Архитекторы. Да. А дизайнера интерьера не было. Частное жилье оформ... Простите. Оформить частное жилье, это было так не по-советски. Да, согласен. А я могу утверждать такую мысль, что гармоничное пространство вокруг, оно может изменить нашу жизнь, наше восприятие действительности, нашу... Ну что, закрывай вопрос, да? Закрывай. Помочь нам. Виталий Станиславович уже радуется, я останавливаю вопрос, да? Идем дальше. Хотела рассказать вам как раз о приемах и тонкостях создания гармоничного интерьера, гармоничного пространства вокруг вас. Но я... ...пропадаю... ...постараюсь поделиться с вами всеми секретами, которые... Пропадает голос. ...в первую очередь на своей практике, в своей практике. Давайте мы... ...следующими слайдами. Так, я выключаю опрос. Да, вот, закрываем опрос и переходим. Так, итак... Цели... Ой, что-то у меня затормозило. У вас пропадает голос. Выключите камеру, Наталья Александровна. Я вас не слышу. Пропал интернет. Это бывает, дорогие друзья, ничего страшного. Сейчас мы его восстановим. Да, вот тут Виталий Станиславович. Денег не было. Деньги были у... От Александра пропадает звук. Пропадает звук. Выключите камеру. Вас не слышно. Вверху есть кнопочка камеру отключить. Вас плохо слышно. Стал пропадать звук. Меня видно, слышно. Наталья Александровна, вас не слышно. Я вам выключил камеру. Говорите. Надо перезагрузить страницу. Наталья Александровна, вас не слышно. Коллеги, меня слышно? Напишите знак Ю. Юрий Николаевич, слышно. Вот, меня слышно. Спасибо. Наталья Александровна, вас не слышно. Кто слышит Наталью Александровну, напишите Н. Я ее не слышу. Наталья Александровна, давайте-ка я вам позвоню. Это бывает, дорогие друзья, при проведении вебинара. Наталья Александровна, это бывает, не волнуйтесь. Это даже хорошо. Мы учимся решать проблемные ситуации вместе с вами. Наталья Александровна, обновите страницу, Наталья Александровна. Вас не слышно. И не включайте камеру. У вас что-то с интернетом бывает. Мы вас слышим, Наталья Александровна. Так, так, так. Сейчас, секундочку, я к вам вернусь. Давайте, мы вас слышим через, это что, WhatsApp. Через WhatsApp, видите, коллеги, мы можем менять каналы связи без потери качества. Еще раз. Вот сейчас слышно. Просто, просто нужно было обновить страницу. Ага, хорошо. Да, я... Если пропадет звук, если пропадет звук, Наталья Александровна, просто выключите вверху камеру. Камера забирает поток. Поняла, поняла. Хорошо, спасибо. Продолжаем. Итак, цели и задачи нашего курса. Нам про ваш курс. Имеется... Да. Мы умеем читать. Мы умеем читать. Расскажите то, чего мы здесь не видим. Выключите камеру. Вас не слышно. Хорошо. Делаю аудиозвонок по WhatsApp. Выключите камеру. Камеру выключите, Наталья. Я пытаюсь это сделать. Но всем это даже получается. Хорошо, мы вас слышим. Мы вас слышим через WhatsApp. Говорите через WhatsApp. Вот сейчас мы видим слайд. Коллеги, слышите Наталью Александровну из WhatsApp? Я передаю. Если слышите, напишите N. Так, 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 так. Вы говорите, говорите. Вы не слушайте. Вы не слушайте. Не включайте. Ну ладно, включайте, говорите. Ой, хорошо. Немножко сбивают смысл эти технические неполадки. Вот я сейчас соберусь и продолжу. Вот цель задачи. Цель задачи, скажите, что-нибудь такое, что здесь не написано. Мы уже все прочитали. Попробовать изменить мировоззрение. Вот это та задача окружающей нас красоты, которую мы можем создать своими руками, имея небольшой набор теоретических знаний. Отлично. Спасибо. Идем. Давайте я наглядно продемонстрирую свою мысль. Здесь представлены фотографии слева. Это интерьер, который вы можете увидеть в каждой второй квартире. А справа это интерьер, сделанный профессиональными дизайнерами, российскими и зарубежными. Вот, кстати, если хотите, попробуйте угадать, где работал русский дизайнер, а где иностранный дизайнер. Вот фотографии справа. И вот обратите внимание. Люди, вот слева это дизайн, это фотографии, взятые из объявлений о продаже и аренде квартир. То есть они в общем доступе. Вот такую картину мы можем наблюдать в каждой второй квартире. И вот посмотрите, видно, что люди старались, подбирали покрытие, подбирали обои, напольное покрытие, потолок вот какой интересный. А вместе оно смотрится все очень, даже не очень. И посмотрите... Давайте попросим наших участников, кому нравится левый вариант дизайна, написать буковку L. Кому право написать буковку P. Коллеги, вот маленький быстренький блиц-опрос. P. Правый, правый, правый. Ну вот, я думаю, что везде... Спасибо. ...везде будет справа, везде будет ответ, фотография справа. Везде, понятно. Да, еще я хочу обратить ваше внимание, вот на предыдущем слайде, вот на этом, на фотографии справа. Посмотрите, вот наверняка у вас сохранилось еще со времен даже там бабушек, дедушек, какой-то интересный ковер, какое-то кресло с деревянными подлокотниками. То, тот интерьерный объект, который бы вы хотели сохранить и передать, может быть, даже следующим поколениям. Совершенно необязательно избавляться от всего старого. Важно найти этому объекту достойное окружение. И поверьте, что можно даже бабушкин ковер вписать в современный интерьер очень просто и очень красиво. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас такой предмет мебели, может быть, какой-то аксессуар, который бы вы хотели оставить себе? Есть такой, с которым бы вы хотели жить дальше? Ага, старая настольная лампа. Нет, все выкинуть. Все, в новую жизнь с новыми вещами. Вы предлагаете выкинуть? Нет, вот Лариса Александровна не хочет ничего оставлять старого. Так может быть, хочет, но не досталось, уже выкинули раньше. Ну, такое тоже часто бывает. При большом количестве переездов часто уходят вещи. А такие красивые, там, старые чемоданы, какие-то вот такие вещи. У меня, например, ничего такого старинного нету. Ну, это... Мы с женой стараемся все выбрасывать. А особенно наши дети, вообще любители повыбрасывать все старое. Даже хорошее. Вот еще один вариант оформления ванной комнаты. То есть, казалось бы, цветовая гамма одна. И, в общем-то, справа, ремонт справа, он, я бы даже сказала, близкий к бюджетному. То есть, из бюджетных материалов можно сделать вот такую красоту. Ну, надо немножко поработать. Скажите, пожалуйста, Наталья Александровна, а по цене вот эти левые и правые варианты насколько отличаются? По материалам, по работе? Они могут не отличаться. Они могут не отличаться. Да, выставляют, а эффект совершенно разный. Можно красивую плиточку купить, там, скажем, за 2-3 тысячи квадратный метр и получить вот, например, вот левый вариант. Ну, то есть, вот как у всех. Ну, хорошо. А что у вас старое, Наталья Александровна? У меня... Все в недоумении. А у вас-то что, есть такое? У нас лежит шикарный ковер, ровесник моего мужа, мама подарила свекровь, да, и вот он прекрасно вписался и по цветовой гамме, и по стилю, вот, наш новый интерьер. А где он, где он был произведен, в СССР? Он еще, по-моему, даже немецкий. Еще вот... Вот так вот. Родители мужа привезли его еще из Германии. Отлично. Так. А вот здесь-то, простите, а вот здесь-то слева, что плохого? Нет, не здесь. Вот эти цветочки коричневые, конечно, я знаю ответ, но, может быть, не все его понимают. Ну, вот эти цветочки крупные слева, что в этом плохого? Красиво вроде как? Ну, во-первых, во-первых, это как у всех. То есть, вы приходите в салон керамической плитки, тамошний дизайнер вам накидывает просто из того, что было, плиточку из одной серии. Ничего не надо сочетать, ни над чем не надо думать, никак не нужно выделять какую-то зону. И все. И вы с этим проектом идете покупать плитку. То есть, все рады. То есть, дизайнеры сделали свою работу, плиточники продали вам плитку, и вы получили интерьер, как у всех. Вот, в этом я вижу трагедию. А потом менять плитку, вот такую крупную, такую яркую, которая, ну, скорее всего, подходит для каких-то служебных помещений, таких вот красного цвета, агрессивного цвета. Потом менять ее уже будет неинтересно, потому что дорого. И материал-то уже сам по себе жалко ломать. Но результат совершенно другой, да? А вот, да, а вот справа санузел совершенно такой, из классической квартиры, из квартиры в классическом стиле. И посмотрите, здесь проработан каждый уголок. Здесь подобрали и напольное покрытие под паркет. Я думаю, что это керамическая плитка. Здесь и поработали над потолком. Здесь два, ну, очень непривычных момента для нашей жизни, для нашей действительности. Это выкрашенные стены краской и картины. Картины в санузеле – это вот что-то пока из области фантастики для нас. Вот. Мы пока предпочитаем потолок заклеить плиткой и не оставить места для произведения искусства. Вот. Замечательно. Так. Давайте перейдем к следующему слайду. Инструменты дизайнера. Чем пользуется дизайнер во время своей работы? Линейка, карандаш, ластик, миллиметровка, рулетки, калькулятор. Это понятно. Это обмерить, начертить, посчитать. Теперь, вот чем я пользуюсь в процессе своей работы более подробно. Я пользуюсь отличным приложением для смартфона ColorReal. Это приложение-помощник в подборе цветовой гаммы. И об этом приложении и других подобных я расскажу более подробно на вебинаре, который будет посвящен цвету. Простите, а вот у нас здесь педагоги, сотрудники библиотеки. Простите, у меня беда со звуком. Сейчас, секундочку, посмотрите, пожалуйста. Секундочку, если вы не против, я перезагружу еще раз, потому что что-то тут упало в качество связи. А, и меня плохо слышно. Так, коллеги, то есть у нас проблемы со звуком, да? Так, появился звук. Ну вот, пока мы налаживаем, восстанавливаем звук, что-то сегодня. Вообще, в Краснодарском крае вчера вообще не было интернета с утра. Так, слышно вас, Наталья Александровна? Коллеги, если нас обоих слышно, напишите три плюсика, меня и Наталью Александровне. Раз-раз, прием. Отлично. Спасибо, Анна Владимировна, спасибо. Я хотел, хочу повторить вопрос. Да, да, если несложно, потому что из-за проблем со связью я его не услышала. Так, теперь Юрия Николаевича не слышно. Прошу прощения за технические неполадки. Напишите, пожалуйста, если вы меня слышите, плюсик. Ага, то есть меня слышно, Юрий Николаевич пропал. И если вам несложно, напишите, пожалуйста, вопрос, который задавал Юрий Николаевич. Чтобы я могла на него ответить. Я так полагаю, речь идет о том, чтобы... Секунду. Юрий Николаевич? Нет. Так. Я так полагаю, речь идет о том, что делать, если нет смартфона, как же установить приложение, как воспользоваться этими помощниками. Если нет телефона, нет смартфона, есть либо планшет, либо, естественно, у вас есть компьютер. Очень много есть и приложений, и помощников сайтов для подбора цветовой гаммы. Об этом я тоже с удовольствием расскажу в разделе «Полезные ссылки». Так. Дальше у нас идет программа «Скетчап». «Скетчап» — это продукт Google. Программа бесплатная. И эта программа предназначена для того, чтобы увидеть будущий продукт, будущий продукт преображения в 3D. То есть выразить свою идею графически. Мы не будем изучать эту программу, потому что в сети достаточно большое количество уроков на том же YouTube, где вы можете посмотреть прямо там с нуля. Очень хорошо все легко объясняется, даже если вы не знаете английского. Там все происходит на экране, и можно посмотреть. Так. Меня все еще слышно? Ага. Так, хорошо. Юрий Николаевич, спасибо за вопрос. Любой желающий. Да, безусловно, любой желающий может стать дизайнером интерьера. Если для себя, то вот курса, который мы разработали, будет достаточно. Если же вы хотите этим зарабатывать деньги, то тут, конечно, и учиться нужно будет серьезнее, и, конечно, вложения уже другие финансовые в профессию. Так, дальше. Программа Photoshop. Photoshop. Photoshop – это самая удобная программа для составления коллажей. С коллажами мы разберемся тоже на одном из вебинаров, что это такое, и как можно составить с Photoshop или без Photoshop. Потому что программа Photoshop, она платная, не дешевая, но у нее есть альтернатива. То есть для себя можно использовать другие пути составления коллажей. Так, значит, картинки для коллажей. То есть это реальные фактуры, реальные объекты у реальных поставщиков в реальных магазинах. Я беру из сети, вот прямо с сайтов этих самых магазинов. То есть это такая предварительная работа. Накидываем коллажек с текстурами, с объектами, с осветительными приборами. Подбираем цвет, вот таким образом, вот делаем в Photoshop коллажи. Так, и разумеется, вот сейчас я включу камеру, потому что очень удобно. Это живые каталоги, которые вы можете получить в большинстве магазинов совершенно бесплатно. Здесь у меня каталог «Мистер Дорс». Тут представлены все их, вот так вот покажу, представлены их разработки. Ну и клиентам, конечно, приятнее листать живые бумажные. Так, был вопрос, можно ли все это получить бесплатно. Каталоги – да, каталоги. Еще вот такой первый лайфхак от меня. Это компания красок «Литл Грин». Они с удовольствием раздают свои брошюры, вот она огромная. Тут все ходовые цвета, то есть вы можете, не покупая дорогущие веера, вот веер у меня тоже есть, красок, вот веер красок «Бенджамин Мур». Вот, не покупая вот этот веер, вы можете бесплатно у них в «Литл Грин» получить вот такие раскладки. Ну, если же представительства «Литл Грин» нету в вашем городе, то тогда как купить правильный цвет краски? Нужно взять кусочки ткани, которые вы собираетесь использовать в интерьере, и пойти с ними в магазин, взять у них веер и сидеть и подбирать. Вот. В магазине, вы, кстати, можете обратить внимание, достаточно часто в магазине, допустим, керамической плитки в большом, сидит где-нибудь в уголочке дизайнер и подбирает из большого количества плиточки вот то, что нужно ему. Вот это вот такие помощники. Теперь помощники электронные. Значит, ссылка номер один. Это «Хаузрум» – международный портал о дизайне. Там вы можете увидеть огромное количество талантливых работ дизайнеров, не только русских, в основном даже не русских. И вы можете сохранить себе, можете использовать, можете копировать. То есть копировать уже в своем интерьере, понятно, не для того, чтобы продавать. То есть вдохновляться можете, прям, там для вдохновения очень много всего. И там еще есть очень дельные статьи. Сайт «Пинтерест.рум», «Пинтерест.комп», точнее, он – большая социальная сеть, предлагающая обмен идеями. Вы можете находить идеи по ключевым словам и тоже сохранять себе. Ну, сайт «Пинтерест.рум» интересен и удобен тем, что там есть идеи для любой области и жизни. Вы можете их черпать там совершенно бесплатно. У вас есть вопросы, Юрий Николаевич? А, нет, нет, я иногда не все слышу, хотел уточнить. Как называются эти журналы, что вы показываете, я не расслышал. Это каталоги. Каталоги бесплатные, которые у крупных производителей вы можете получить совершенно бесплатно и пользоваться им. Для чего? Как дизайнер, да? Чтобы в спокойной обстановке, как клиент, вы пришли, хотите купить у них шкаф, но хотите еще предварительно подумать, вы берете каталог, спокойно с чашечкой кофе дома рассматриваете и уже идете к ним обратно с какой-то идеей. Правильно я понял, что так поступают и дизайнеры тоже, когда набирают эти каталоги, собирают, это их такое ноу-хау, как вы говорите, лайфхак, приходят и с кофе или с чем-то еще. И с клиентом. И с клиентом вместе. Ага, вот такой прием, я понял. И плюс вот эти полезные ссылки бесплатно, это тоже как инструмент анализа и конструирование какого-то дизайна. Это инструменты для вдохновения больше, на самом деле. Отлично. Дальше, Color Scheme сайт, это сайт-помощник в подборе цветовой гаммы. То есть вот то, о чем мы говорили, приложение Color Wheel, не все могут его установить, но все могут зайти на сайт Color Scheme и подобрать там цветовую гамму. Очень полезный сайт, я им пользуюсь уже, ну, собственно, сколько работаю дизайнером, больше 15 лет. Понятно. Вот. Дальше еще один сайт для вдохновения уже по цвету, это сайт Design Seeds, зерна дизайна. Вот. Там представлены цветовые гаммы, тоже можно смотреть, это прям эстетическое удовольствие, и вдохновляться. То есть можно все это применить в жизни. Дальше у нас сайт мой любимый, это polivor.com, и на этом сайте, собственно говоря, вы можете делать совершенно бесплатно коллажи. Каким образом это делать, это вот мы как раз разберем на вебинаре по коллажам. Я с удовольствием покажу прям вот как это делается. Ну и, естественно, есть издание по дизайну, это основа основ. И этот список ссылок после второго вебинара я, конечно, вам передам. Список не ссылок, а список изданий, которые желательно иметь при себе, прочитать, каким-то образом найти. Ну и дальше я хотела бы рассказать о том, что будет происходить на следующих вебинарах. То есть вот на сегодня, в общем-то, все. Дальше мы разберем планировку и перепланировку с точки зрения российского законодательства и СНИПов. Что можно делать, что нельзя делать, что вы потом сможете узаконить, что потом узаконить будет очень сложно. Ну, такие вопросы, как, можно ли переносить радиаторы отопления, сколько площади положено для жилого помещения, должно ли быть там окно, ну и другие вопросы. Есть вопрос? Да, если я поступаю на ваш курс, заканчиваю, и через полгода у меня возник вопрос, Наталья Александровна, я забыл вот это все, могу я к вам обратиться за консультацией? Насчет меня возник вопрос про окно конкретно, я уже забыл, чем учился, могу я к вам обратиться за советом, как ваш ученик? Я думаю, да, моя электронная почта в свободном доступе, пожалуйста. Да, то есть, вот такие вещи могут пригодиться не сразу, а потом, когда-то, и вы сможете подсказать спасибо. Конечно, на какие-то быстрые вопросы, не требующие там, ну, моего рабочего дня, да, я смогу ответить с удовольствием. Так, дальше, следующий вебинар у нас уже будет посвящен секретам гармоничного пространства. Рассмотрим, чем отличается симметричный баланс от радиального и асимметричного. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы грамотно расставить мебель. Вот, чтобы было приятно находиться в комнате, чтобы все элементы, они относительно друг друга располагались правильно. Рассмотрим, как грамотно повторить или поддержать элемент интерьера и как компенсировать его визуальный вес. Сейчас это окажется, наверное, билибердой, вот, но, рассмотрев поближе, вы поймете, что это очень интересные сведения, и они нужны для создания гармоничного пространства вокруг нас. Вот. Так, дальше у нас по теории. Расчет материалов и бюджетирование проекта. То есть, это то, с чего все начинается на самом деле. То есть, бюджет. Сколько мы денег можем потратить и сколько мы потратим в итоге. Сколько мы потратим в итоге, с этим, как правило, разбираемся уже где-то в середине, когда деньги уже закончились. Как грамотно рассчитать бюджет? Да, Юрий Николаевич. Уважаемые коллеги, вы тоже задавайте всякие каверзные вопросы Наталье Александровне. А вот мой вопрос такой, от имени зрителей. Вот вебинары вы расскажете, мы посмотрим, да, вот как считать, и вот предыдущая тема важна. А где же практика? Как это практически мы будем закреплять в вашем курсе? Практически. Будут даны несложные задания, уже применимые к вашему жилью, и на которых вы можете уже как-то рассчитывать. Так, сейчас, секунду, секунду я сформулирую. Ну, я понял, то есть каждый может взять любой проект, значит, создавать. Лучше всего собственное жилье или чужое какое-то жилье, и, значит, на нем что-то проектировать. Да, да, все верно. Прямо можно на практике все это сразу. Интересно, интересно, интересно. Спасибо. Так, ну вот про расчет, про бюджет сказала. То есть, грамотно рассчитав бюджет, вы, по крайней мере, можете узнать, сколько вам нужно взять в банке, в кредит, чтобы не взять меньше, не взять больше. Или, наверное, дополняю, он может выступать в роли исполнителя для какого-то заказчика, если он решил стать дизайнером, ну, не хочет он, или у него есть возможность еще работать, он может ему помочь, ему помочь посчитать его бюджет, а не просто нарисовать какую-то светлую мечту, верно? Верно, верно. Ну, то есть, да, красота, красота это хорошо, а практичность, практичность в нашей жизни опускает нас на землю и заставляет считать деньги. Да, их надо считать. Так, и помимо денег нужно считать материалы. То есть, основываясь на совершенно простых, на элементарной геометрии, мы можем рассчитать количество краски, которую нужно купить для покрытия стен, мы рассчитаем напольное покрытие, можем рассчитать длину плинтусов, сколько можно, сколько нужно заложить на обрезку материалов при раскладке плитки. То есть, эти все вопросы я с удовольствием освещу. Так, что-то тут еще было у нас. А еще у нас коллеги должны что-то спросить, например, когда же вы нам покажете какие-то прикладные решения, спросите, если еще не видно. Хотя вот на этой картинке я вижу прикладное решение. Вот схема, расчеты, математика, экономика, оценка возможностей. Если это мы не потянем, давайте подешевле, опять перерасчет по кругу. А, вот перерасчитали, получили вот это. Вот и нашли оптимальное решение. Коллеги, спрашивайте вопросы. Идем дальше. Так, давайте к следующему слайду. Да, я с удовольствием отвечу сейчас на вопросы. Так, теперь про стили в интерьере. Ага, так, с помощью какой программы составляется расчет материала? Я вообще на заре дизайнерского своего искусства я все это чертила и считала с помощью калькулятора. И, как правило, это самый верный способ. Потому что программа, пока с ней разберешься, как она считает, пройдет очень много времени, а ремонт уже надо делать. Вот, поэтому я вам предлагаю не сосредотачиваться на программном обеспечении, а делать расчеты прямо. Или тот же Excel. Или тот же Excel. Формулы остались, только меняешь показатели, верно? Ну, теоретически можно, но, как правило, это лучше делать вручную. Не прибегая к дорогим программам. Потому что, как ни крути, все программы, которые профессионально считают это все, они дико дороги. А там еще вопрос. В какой программе вы планируете работать в помещении дизайн? Я работаю в архикаде в основном. Но также иногда прибегаю к скетчапу, вот, к той программе, о которой я упоминала. И, ну да, лучше калькулятор. Также в 3D Max я работаю, но крайне редко. То есть, в основном это архикад. А по-моему, в архикаде трехмерная... Не по-моему, а точно в архикаде есть трехмерные показы. Плоский проект или ортогональный проект переводится в трехмерную. Все верно. Более того, в последних версиях качество визуализации настолько возросло, что нет повода прибегать к 3D Max. Вот так я скажу. Кроме того, в 3D Max отсутствует возможность подготовки стандартных планов, чертежей, которые нужны заказчику или строителю исполнителю. Да. Это я еще помню. Да, да, все верно. Все верно. Там можно сделать картинки, планы, чертежи. Это уже там в автокад. Ну, архикад сейчас совмещает эти две функции. Так, теперь о стилях дальше. Мы не будем говорить на вебинаре очередной раз о рококо, барокко, классицизме и так далее. Этот материал я вам дам заранее, чтобы вы самостоятельно ознакомились. Мы поговорим о том, как происходит смешение стилей, как это применить уже в вашей квартире, как стили омолаживаются. Например, как выглядит новая классика. Как выглядят самые новые стили. Это морской, это лофт, это скандинавские стили. Ну, про новую классику я уже говорила. Американская классика, английская классика, французская классика. То есть все эти элементы вы можете внести уже в свой интерьер, не прибегая к теории, которую найти можно где угодно. Так, далее мы разберем, где найти отделочные материалы, и так, чтобы при этом не разориться. Я подготовлю для вас обзор магазинов, которые предоставляют недорогие, но в то же время вполне себе годные материалы для ремонта. И вот мы виртуально прогуляемся с вами по магазинам по этим. Так, ну, здесь все. Скажите, пожалуйста, как в ваших городах обстоит дело с крупными строительными магазинами? Ну, такими как Леруа Мерлен, ОБИ, Касторама, Икея. Вот, есть ли они поблизости? Потому что, если есть, это просто кладезь материалов для ремонта. Главное, грамотно их совместить. Ага, то есть есть такие магазины, то есть проблемы с покупкой недорогих предметов мебели и отделочных материалов, в общем-то, не возникнет. Так, далее. Очень краткое введение в колористику. Прям очень сжатое буквально на практических примерах. Потому что колористика очень объемный предмет. И, ага, все магазины есть. Колористика очень объемный предмет, об этом можно говорить часами напролет. У нас такого времени, к сожалению, не будет, поэтому сразу к практическим решениям. Так, и... Ага, оптические приемы, гармонизация пространства. Ну, все мы знаем, что горизонтальные полоски вытягивают, вертикальные полоски увеличивают высоту. Но тут есть подводные камни, и об этих подводных камнях я с удовольствием вам расскажу. Это будет на вебинаре номер 4. Так, если я не ошибаюсь. Так, далее, а дальше... А дальше мы займемся вот совершенно уже практическими вещами. Как облагородить любую из областей вашей квартиры? То есть, прихожая. С чего мы начинаем? Первое... Это первое впечатление от вашего дома. Как... Какие подводные камни нужно учесть? Есть пропал вебинар. Я переключу? Да, ага. Нет. Гостиная. Как подобрать удобное место для каждого члена семьи? Самое большое количество проблем наблюдается у нас на кухне. То есть, как грамотно разместить розетки? Как подобрать освещение? Как разобраться с функционалом всех ящичков? Для чего нужно... Там... Ой... Так... Ага. Так, дальше спальня. В спальне мы расслабляемся и отдыхаем. Вот как сделать это место местом отдыха и расслабления, а не местом напряженной мысли, как бы убрать... Как бы какие шторы там повесить? То есть, место для полного расслабления должно быть. Детская. Пестренька или простенька? Мы рассмотрим оба варианта, как сделать детскую нескучной, но при этом простой восприятии. Кабинет. Рабочее место. Оно нужно или не нужно? И как его обустроить? Дальше у нас помещения, о которых незаслуженно забыли. Это гардеробная, хозяйственная комната и кладовая. Нужны ли они вообще в нашей жизни? Или это уже барство? А может нет? А может нам нужно? Для чего это нужно и как эти места обустроить? Об этом я тоже с удовольствием расскажу. Санузлы. Тоже большое количество проблем в этих помещениях, начиная от коммуникаций и заканчивая оформлением. Как эти места сделать тоже местом расслабления и отдыха и получением удовольствия? Такое. Как сделать домашний спа-курорт? И на последнем вебинаре я бы хотела рассказать о взаимодействии с профессиональным дизайнером и профессиональной бригадой, которая будет делать ваш ремонт. Я отвечу с удовольствием на вопросы, за что отвечает дизайнер. То есть, если вы решите обратиться уже к дизайнеру за проектом, то есть, что с него спрашивать? А за что он не несет ответственности и где искать ответственных лиц? Из чего состоит проект? Что такое авторский надзор? Что такое технический надзор? Где найти бригаду и дизайнера хороших? Тоже с удовольствием отвечу. Стоит ли подписывать договор? Как сэкономить при ремонте? Как проконтролировать самому ремонт? Об этих вещах я бы с удовольствием рассказала вам на вебинаре номер 8. Ну, собственно говоря, у меня все. Если есть вопросы, что такое технический надзор, я расскажу на восьмом вебинаре. Расскажу. Я помню, что такое авторский надзор. Это когда дизайнер следит за тем выполнением проекта, за который он подписывался. А технический надзор? Я уже сам забыл. Технический надзор... Техническим надзором дизайнер не занимается. Это... Этим занимается прораб. Да-да, я говорю, дизайнер, и у него авторский надзор. Да, да. Технический надзор был исполнен. Уважаемые коллеги, надеюсь, видите на экране, что сейчас действует у нас удивительно низкая цена на такую работу, всего 1000 рублей. И такая цена действует до 25 апреля, после чего цена резко увеличивается. И если у вас есть сертификаты от Директ Академии, вы сообщаете нам и получаете скидочку. Вы можете посмотреть вот эту ссылку, я даю еще раз сейчас, как просто записаться на наш курс. Вот эта ссылочка. Просто указываете адрес электронной почты свой, например, вот такой. И любым способом, даже с телефонного счета, вы можете оплатить участие в этом курсе. Пожалуйста, как это можно сделать, я вам демонстрирую. Вот выбираете любую систему. Наталья Александровна, видно, да? Да, да, да. Видно, да? Вот, хотите с телефона, хотите из банка, с любой карты можно заплатить. Пожалуйста, коллеги, приглашаем вас на наш курс, рекомендуете всем вашим знакомым. Если у вас еще есть вопросы практического прикладного характера, пожалуйста, вы можете его задать. Кстати, я вопрос подсказывать Елене Николаевне. Просили про магазины. Ну, есть эти магазины, но ведь не везде есть места, где с магазинами плохо. А Елена Николаевна еще пишет, что в их городе стоимость работ, видимо, завышена. Беда. Есть ли какие-то ценообразующие регламенты по ценам? Очень хороший вопрос. Так. Подскажите, пожалуйста, напомните, из какого города? Елена Николаевна... Ну да, так, откуда она действительно? Сейчас напишет. А это имеет значение, какой-то город? Междуреченск. Это Кубань, да, по-моему? Да, Междуреченск. Да, Кубань? По-моему, это Кубань, нет? А, это Кемеровская, это Сибирь. Да, для нас. Так, да, у нас просто тоже с корнем речка, тоже у нас много наименований в крае. Так, по поводу ценообразования. Самые высокие цены на услуги дизайнера это Москва и Санкт-Петербург. Там 3000 квадратный метр, 2000 квадратный метр, то есть это нормально для того региона. В целом по России, начиная от 500 рублей за квадратный метр, ну и до московских пределов уже, эта цена нормальная, она не завышена и она оправдана. И я вам в конце курса обязательно расскажу, что вы получите за вот эти заплаченные деньги, что вы должны получить с дизайнера. потому что просто так люди не сидят. Это действительно работа, это действительно вложение, это действительно серьезный труд. Значит, в регионе цена от 500 рублей за метр за что? За работу дизайнера? Да, за проект. За проект. За работу дизайнера. За проект. Да, за проект. То есть, если эта квартира 40 квадратных метров, то только дизайнеру нужно заплатить 20 тысяч, чтобы он сделал в регионе, не в Москве, а где-то в регионе типа Междуречиц, разработал классный проект, в котором можно будет с удовольствием жить, и будет дома и свой мини-спа и другие радости, да? Да, и благодаря которому можно избежать очень много ошибок и переделок. А Елена Николаевна полагает, что у них Междуреченские цены московские. Есть ли в этом плюс? Московские, там 2-3 тысячи за квадратный метр, да? Пытаются. Получается, да. Ну, а тут надо смотреть. Так это же ей хорошо получается. Она может стать дизайнером и получать хорошие денежки у себя в Междуреченске, правильно? Почему нет? Вот так обучится, постарается, выполнит свой проект и начнет потихоньку сама зарабатывать. Елена Николаевна, у вас хороший шанс получить хорошие деньги. Заодно и себе сэкономите, выучите, заплатите 1000 рублей за курс и сами разработайте свой дизайн проект, сэкономите в 20 раз, если пройдете этот курс. Зовите в него всех своих знакомых и получайте от Натальи Александровны доход из воздуха, то есть из онлайна. Так. Я с удовольствием поделюсь всем, что знаю. Елена Николаевна, приходите. Так, еще есть вопросы, коллеги? Я предлагаю Наталье Александровне, от имени, если вы не возражаете, Елене Николаевне за самое активное участие подарить скидку в 15% за приоплате вот этого курса. за активность и за то, что умеет видеть главное. Я только за. Вы за. Наталья Елена Николаевна, вам скидка еще 15% за активность, а за сертификат тоже 15%. Итого у вас скидка 30%. У вас и сертификат есть, и вопросы прям вот точно вот по существу. Мы сумели на глазах из вашего минуса в Междуреченске сделать ваш плюс в Междуреченске. На этом можно заработать. Но если вопросов больше нет, наверное, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Пожалуйста, коллеги, деньги относительно. Вы увидели, мы не сговаривались, но вы увидели, какие это дорогие, высокие затраты только на дизайн. А есть еще материалы посчитать. А если этот материал закупленный будет, закуплен неверно, размещен неверно, переделка еще дороже. Так что вот какая вам выгода от нашего автора Натальи Александровой. Хороший сегодня денек. Ну что, хороший? Я от всей души хочу поблагодарить тех, кто пришел на вебинар, тех, кто послушал. И с кем-то мы, вероятно, увидимся еще. Я буду очень-очень рада. Спасибо вам большое. Жду ваше письмо. Всего доброго, коллеги. Письмо, чтобы вам дать персональную вот эту скидочку. Всего доброго. Спасибо, Наталья Александровна. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.